В этом видео, как создать подвал сайта, это нижняя часть сайта, именно через шаблон Elementor Pro. Подробности в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и давайте смотреть, как отреализовать. Аналогия такая же, как мы с вами создавали в прошлых видео шапку сайта через шаблон. То есть этот шаблон будет отображаться либо на всех страницах, либо по вашим условиям, которые вы зададите в Elementor Pro в шаблонах. Давайте посмотрим, как это делается. В админке нашего сайта переходим в шаблоны, добавить новый, выбираем тип. Тип здесь у нас он уже есть в списке. Футер, это называется у нас подвал сайта. Здесь можете для себя как-то пометить, можете по-русски написать. Далее нажимаем создать шаблон. У нас представлено вот здесь вот отсортировано по футер и есть готовые заготовки от разработчиков всевозможных футеров. То есть как вы хотели, чтобы это выглядело. То есть вы должны понимать, если вы, например, берете заготовку, видите здесь пункты меню, вы должны сразу понимать, что либо вы их отредактируете под себя, просто так их оставлять, естественно, нельзя. Вот эти все пункты, их тут достаточно много, там социальные кнопки, какие-то кнопки. Либо их удалять, да? Но тогда зачем его выбирать, если будем удалять? Поэтому либо мы нажимаем на крестик и создаем с нуля подвал сайта, либо мы выбираем из готовых, если нам здесь что-то понравится. Опять же, я уже показывал, как делать с нуля, и я покажу теперь именно на подвале, в этом примере, как взять готовый фреймворк и с ним работать. Например, мне понравился вот этот нижний подвал. Я нажимаю вот здесь вот вставить. Такая ссылочка есть под каждым фреймворком. Вы видите, у меня подвал размещается. И теперь я с ним могу работать. То есть я могу его полностью отредактировать или полностью удалить, если мне это нужно, если я перехотел, передумал, и создать свой собственный. То есть прежде чем мы назначим условие, где он будет отображаться, скорее всего, он будет отображаться на всех страницах, потому что это подвал сайта, он, как правило, не меняется. Я хочу, чтобы подвал был растянут по всей ширине браузера. Я вижу, что здесь, скорее всего, заданы какие-то параметры. Давайте я перейду в общую секцию. Видим, что здесь по краям отступы. Я уже знаю, что это за отступы. Это рамка. То есть вы должны понимать, что вам придется повозиться, посмотреть, какие здесь настройки, потому что здесь может что-то выстроено быть не так, как вам нужно, несмотря на то, что, например, сам заготовку вам понравилась, сама заготовка. Поэтому здесь есть свои недостатки. Когда вы сами создаете, вы знаете каждый свой шаг. И я думаю, так быстрее создается процесс создания. Перехожу в границу. Видите, у нас здесь право 50, низ 50. То есть если вам не нравится, отступайте. Я вообще границу отключаю. То есть у меня, вы видите, прямо сейчас разъезжается наш подвал и во всю ширину он становится. Дальше, прежде чем сохраняться, вы здесь все изменяйте под себя. То есть вы видите, вот карандашик, например, название там поменяли. Социальные кнопки, также есть карандашик. То есть либо добавляете свои социальные кнопки, либо какие-то удаляйте, какие-то добавляете. То есть как работать здесь с социальными кнопками. Вот у нас есть Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. То есть просто кликайте. То есть вот здесь меняется иконка, понятное дело. И ссылка на данную соцсеть. То есть это соцсети, где вы есть в социальных сетях. Ну и здесь открыть в новом окне я рекомендую поставить. Ну и можно поставить атрибут nofollow. То есть не индексировать, то есть чтобы вес вашего сайта не переходил на данную социальную сеть. Это с точки зрения SEO-оптимизации сайта. Из-за разряда SEO, так бы сказал я. В общем, вот так это меняется. Добавить элемент. Если надо еще какой-то добавить элемент. И вот так по крестику это удаляется. Здесь дальше. Это обычные текстовые фрагменты. Просто меняйте под себя. Здесь добавляйте свой логотип. По дизайну. То есть у меня темно-синяя шапка. Это видно. А здесь больше фиолетовый. Поэтому здесь я бы цвет изменил. Перехожу в настройки колонки. Стиль. И здесь я поменяю цвет на тот, который у меня используется в шапке сайт. Допустим, мы все сделали с вами. Кстати, не забывайте просмотреть мобильную версию. Если вы выбираете заготовку, готовую, как правило, здесь ничего делать вам не придется. Потому что они все адаптивные. По крайней мере, должны быть. В данном случае все нормально. Я нажимаю опубликовать. Где вы хотите отобразить шаблон. Добавить условия. Здесь, естественно, это подвал. Поэтому мы оставляем включить. И здесь оставляем весь сайт. Ничего здесь делать больше не нужно. Сохранить и закрыть. Можем перейти на сайт. Я сейчас нахожусь на главной странице. Прокручиваю вниз. Видим, что подвала у нас нет. Я обновляю страницу. И подвал назначается на главной странице. Причем, смотрите, он зафиксирован. Если это нужно, как правило, подвал вот так вот не фиксирует, насколько я это знаю. Если перейдем на другие страницы. Здесь информации нет. Подвал у нас прямо наверху находится. Например, перейду в блок. Вот он, подвал. Он зафиксирован. Как это изменить? Находясь здесь же в шаблоне, я перехожу в настройки общей секции. Перехожу в расширенные. Дальше эффекты движения. И вот здесь вот видите, у нас написано. Прилепить и низ. То есть к низу прилеплен у нас подвал. И отображается это на компьютерной версии. Здесь я выбираю нет. Вы можете оставить, если вам это устраивает вас. Нажимаю обновить. Так, сейчас прилеплен. Обновляю страницу. И все. Теперь подвал как подвал. Все, мы назначили. Теперь этот подвал на всех страницах действует. Именно такой, как он нам нужен. В том же дизайне. И со всеми элементами, которые нам необходимы. Думаю, с этой информацией вы справитесь. Про шаблон, про футер я вам рассказал. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Таким образом, поддержав меня. А мы с вами увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok